Глава 7. Город врачевания. Петрович всегда интересовался науками о человеке и его организме. Наиболее близкими к этому были медицинские науки. Петрович с охотой читал литературу по анатомии, физиологии. Ему нравились различные методики совершенствования и лечения тела с помощью внешних отягощений, закаливающих процедур, правильного питания, разумного голода, гимнастики йогов, китайских систем цигун, медитации, траволечения, воздействия воли и самогипноза, заговоров, уринотерапии, целебного секса, а также множество других оздоровительных средств. Ему хотелось узнать как можно больше об этом, выделить наиболее лучшее для лечения, наиболее лучшее для самосовершенствования, наиболее лучшее для развития силы, наиболее лучшее для развития красоты тела и так далее. Ведь должно же быть нечто совершенное, самое эффективное лечебное средство. Такая мысль регулярно посещала его не один год. Прочитано было множество всевозможной литературы, а ясности на эту тему по-прежнему не было. И вот однажды он сел медитировать, уселся поудобнее на диван, поджал ноги в полу лотос, под спину подложил маленькую подушку, чтобы спина была прямой и не уставала. Закрыл глаза, расслабился и стал тормозить дыхание, все больше и больше растягивая и утончая его. Мысли замедлили свой бег в его сознании, а потом исчезли вовсе. Наступило весьма приятное ощущение какого-то полета в невесомости. Вдруг раздался отчетливый голос. Пойдем. И Петрович куда-то нырнул или провалился. Очнулся он в каком-то городе, расположенном на высокой горе. Город был прекрасного вида, в восточном стиле, а посредине его возвышался великолепный дворец в виде колокола. Рядом находился человек в желтых одеяниях. «Кто ты?» спросил Петрович. «Твой проводник», коротко ответил человек, похожий на буддийского монаха. «Где я очутился?» «В городе врачевание. Здесь великий учитель преподает знания о том, как надо исцелять человеческие болезни», ответил проводник. «Почему я очутился именно здесь?» «Тебя привело сюда собственное желание. Ведь ты желал узнать о медицинских науках?» «Да», ответил Петрович. «К тому же ты частично очистил прощением своих должников свою душу. Она стала легче, сильнее и смогла воспарить сюда», пояснил проводник и продолжил. «Сам город и дворец посредине его способствуют исцелению. Благодаря формам зданий, подбору материала, цвету, расположению в пространстве, запахам и многому другому, здесь царит целебная атмосфера, способствующая постижению врачебной науки. Город расположен на четырех горах, которые строго ориентированы по сторонам света. На каждой горе расположены лекарственные средства, которые можно использовать для исцеления. На юге города, на горе под названием Жгуча, обладающей горячей силой солнца, растут растения, способствующие разогреву организма. Гранатник, все виды жгучего перца и другие растения, которые способствуют изгнанию из организма человека энергии холода. Корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды этих лекарственных растений благовонны, прекрасны на вид и приятны в душе. Петрович не заметил, как они очутились на южной горе, но все, о чем говорил ему проводник, он не только видел, но и чувствовал. Его хватило приятно тепло, нос приятно раздражал специфический запах жгучих растений, а на языке попеременно появлялся то жгучий, то кислый, то соленый вкус, смотря от того, на какое растение или вещество он смотрел. Всюду, куда проникает аромат жгучих растений, нет места болезням холода, продолжал проводник. На севере города расположена гора Снежная, обладающая охлаждающей силой луны. При этих словах они очутились на этой горе. Петрович почувствовал охлаждение, будто поток освежающей прохлады легко проходит через его тело. Здесь растут лекарственные растения, сандал белый, камфора, полынь и другие, которые излечивают человека от болезни жара. Вкус у этих растений горький, терпкий, действие холодное и тупое. Глядя на корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды, Петрович ощущал их вкус, будто пробовал на вкус. Всюду, куда проникает аромат этих лекарственных растений, нет места болезням жара, продолжал рассказчик-проводник. На восточной горе, которая называется Благовонная, растет лес Мироболана хибула. Корни этого растения излечивают болезни костей, твол, болезни мышц, ветви, болезни сосудов и сухожилий, кора, болезни кожи, листья, болезни полых органов, плоды, болезни плотных органов, а цветы излечивают болезни органов чувств. Особенно полезный Мироболан растет на вершине. Петрович очутился на вершине горы в необыкновенном лесу, вдыхая насыщенный запах этого леса. Аромат, который ты вдыхаешь, сказал проводник, излечивает все, что есть болезнь. На западе города имеется гора благородная. Здесь образуется шесть хороших лекарств. Пять видов мумио, пять видов кальцита, пять видов целебных вод, пять видов горячих источников, целебные звуки и лекарственное сырье из животных. Петрович с удовольствием осматривал эту гору. Его глаз ласкали шафрановые лужайки, воздух был насыщен запахом ладана, на вершинах деревьев благозвучно пели различные птицы. У корней деревьев в изобилии возились животные, дающие хорошее лекарство, слоны, медведи, кабарга. На этой горе находится все, что относилось к лекарственному сырью. Лишь из одного осмотра города врачевания заинтересованная душа может постигнуть весьма и весьма много, сказал, наблюдая за Петровичем проводник. Еще больше она узнает, посетив дворец учителя врачевания. В это же время они очутились возле дворца. Стены дворца были сделаны из необыкновенно красивых минералов. Низ был отделан бесцветным прозрачным камнем, внутри которого была видна одна полоска. Вверх был отделан прозрачным, приятного цвета зеленым камнем, внутри которого были видны три полоски. Причем стены были украшены росписями из белого и красного жемчуга. Купол дворца был сделан из золота серебра, а острый шпиль над куполом из прозрачного желтого камня. Внутри этого камня виднелись девять полосок. Золотой купол сверкал живительными лучами особого желтого цвета, но особенно сильно светился шпиль из желтого камня. Он напоминал светящуюся изнутри иглу. Петрович никогда не видел столь прекрасного радующего глаз дворца. Обрати внимание на камни вделанные во дворец сказал проводник и показал на небольшие камушки повсюду вделанные в стены дворца. Это особые лекарственные камни, которые исцеляют от четыреста четырех болезней. Они усмиряют болезни возникающие от переизбытка ветра, желчи или слизи и их сочетаний. Обращают болезни холода в тепло, а жара в прохладу. Исцеляют от болезней, вызванных демонами и исполняют все желания. У меня есть один из таких камней, сказал Петрович. Из трех видов этих камней у тебя самый первый человеческий, сказал проводник. Человеческий камень обладает семью качествами. Он чист, ярок, лечит отравлений, изгоняет демонов, темноту, опухоль, жар и исполняет желания. А какие остальные два вида и какими свойствами они обладают? Второй вид камней божественные, а третий вид бодхисаттвовские. Об их свойствах тебе знать на сегодняшний момент не надо. Все открывается душе человека по мере ее совершенства. Излишние знания, которые человек не может воплощать, лишь отягощают, а посему и не нужны. А могу войти я во дворец? спросил Петрович. Вдруг из дворца брызнул необыкновенный радующий душу свет. И в то же мгновение Петрович очутился внутри этого дворца. Рядом был проводник. Внутри дворца было еще лучше, чем снаружи. Посредине возвышался престол из наичистейших лечебных минералов, на котором восседал учитель исцеления. Петрович почувствовал его мощь сразу и невольно упал ниц. От престола учителя исцеления исходил ореол необыкновенного цвета, но еще больший и красивый ореол исходил от самого учителя. Четырьмя кругами учителя исцеления окружала свита. Первый круг состоял из врачевателей богов и их многочисленной свиты. Второй круг состоял из величайших мудрецов и их свиты. В третий круг входили особо святые души со своими свитами. Последний внешний круг состоял из богов, повелителей вселенной и прародителей людей. Петрович попал в круг к величайшим мудрецам. Только потом он понял, что одни и те же слова учителя исцеления. Каждый из четырех кругов понимал в соответствии со своей традицией и в соответствии с ней исправлял пороки своего тела, языка, души, а также исправлял чужие пороки. А сейчас внимай всем, чем можешь, шепнул Петровичу проводник. Петрович увидел сам себя как бы со стороны. Причем он стал прозрачен и состоял из нескольких тел форм какого-то свечения, оболочек, огоньков, трубочек, пятнышек, тяжелых затемнений, живых образований иных сущностей и даже жгутиков, крепящихся внутри его и уходящих куда-то вдаль. Своё прозрачное тело он видел в целом, а что его заинтересовывало, то само быстро увеличивалось для детального рассмотрения. Учитель исцеления погрузился в особое состояние сознания, называемое царем врачевания, победителем 404 болезней. Как только он вошел в это состояние, из сердца его на десять сторон вырвался свет сотен и тысяч цветов, которые очистил живые существа и Петровича в том числе от скверны порохов души. Петрович ощутил внутри себя пронизывающий ледяной холод, будто он голый упал в прорубь и холодная вода резко охладила его тело. Всё резко исчезло, наступило приятное состояние и перед глазами он увидел мыльный пузырь, а внутри него липкую, тяжелую, белесую слизь, голубое облачко, внутри которого шло быстрое движение и горящее красным коптящим пламенем масляное пятно. Что это подумал он? Это три яда, которые вызывали болезнь твоей души. Страсть, гнев и невежество, сказал проводник. Страсть облачко голубого цвета. Всегда, когда она тебя охватывает, ты испытываешь дрожь, дрожь желания, нетерпения, предвкушения. Гнев коптящий сажей красный огонь, черный мазут, это основание, предлоги и предпосылки для гнева. Сам огонь, твое безудержное буйство, черная копоть, отравленные гневом, мысли формы, угрозы, оскорбления и проклятия, которые мажут собой окружающих людей. Невежество, белесая слизь, погрязший в невежестве человек становится малоподвижен, ленив и туп, он как слезняк готов лежать в тени, не испытывая никакого интереса к жизни, окружению, лишь бы его не трогали и было бы что жевать. Ему все безразлично, даже он сам себе. Теперь твои души очистили от них и показывают тебе. Запомни, свет и цвет величайшие целители, они представляют собой поток вибраций, поток энергии, в своем чистом и самом сильном виде. Суть любой болезни это тоже вибрация, это тоже энергия, а значит лучше всего их можно удалить более мощным положительным светом, вибрациями или энергией. И учитель исцеления только что это продемонстрировал. Усмирив все болезни трех ядов, возникшие от неведения, свет вернулся назад в сердце учителя исцеления. От его сердца отделился, а вернее вышел мудрец и устроившись в пространстве впереди, сказал такие слова для круга мудрецов. О, друзья, тот, кто хочет жить, не болея, кто хочет лечить болезни, пусть учит наставление по врачеванию, кто хочет долголетия, пусть учит наставление по врачеванию, кто хочет выполнять свое предназначение, быть богатым, счастливым, пусть учит наставление по врачеванию, кто хочет избавлять от страданий других, кто хочет вознестись над головами, пусть учит наставление по врачеванию. А в чем заключается неведение человека, спросил Петрович, неведение и порождает три яда, ответил проводник. Вместо того, чтобы быть солью земли, перерабатывать материю на тонком уровне с помощью благих мыслей, как это задумал Господь, люди забыли свое предназначение и устремляются к ложным целям и одержимы пагубными идеями. Попутно они раздражаются на действия других людей, одержимых подобными же идеями. Вся эта суета и отравляет душу. Вместо творческого участия вакте творения они его разрушают своими страстями, гневом либо пассивностью. В это время из языка учителя исцеления вышел луч сотен и тысяч разных цветов, распространился по десяти сторонам света и очистил живые существа от скверных грехов, содеянных словом. Усмирив болезни и демонов, свет вернулся в язык. Какова связь между грехами содеянными словом, демонами и болезнями? Задал вопрос Петрович Проводнику. Прямая ответил он. Мысль человека лежит в основе его речи и поступков. Универсальная жизненная энергия, даваемая Богом, преобразуется мыслительным аппаратом человека в тот или иной вид. Демоны не имеют физического тела, оно у них энергетическое. Для них наилучшие лакомства порученные мысли и чувства людей. Дурными намерениями и мыслями человек открывается демоном. Далее они делают человека своим энергетическим придатком, постоянно подталкивая на соответствующее настроение и мышление. Организм человека от этого истощается, появляются болезни. Посмотри на новый свой багаж в кавычках. Перед Петровичем появился еще один мыльный пузырь, наполненный маленькими уродливыми существами. Что это такое? Спросил Петрович. Это временно изолированные от тебя сущности, ответил проводник. Вот это он показал пальцем в пузырь. Суккубы. Ты их сам притянул своими сладострастными помыслами. Как только у тебя накапливается избыток сексуальной энергии и возбуждается о желании, а не ночью являются к тебе во снах, чтобы через различные эротические картины спровоцировать энергетический выброс. Это их корм. Как видишь, и тут вопрос заключается в неведении человека. Незаметно они вновь оказались в городе. Петрович спросил, почему мы не во дворце? Твои вибрации еще слабы, и тебя вытеснил наружу свет от престола учителя исцеления, ответил проводник. А где мыльные пузыри? Все твое опять на тебе и в тебе, ответил проводник. А я думал, что с меня все щищено. Нет, ответил проводник. Даром ничего не дается. Человек получает что-то только тогда, когда он готов это принять, созрел для этого. Ты же только на середине пути. Я хотел бы узнать о современной медицинской науке. Какая отрасль медицины лучше? Задал вопрос проводнику Петрович. Никакая, последовал ответ. Потому что современные врачи не знают, что же надо лечить в организме человека, не говоря уже о том, как это надо лечить. Расскажите, пожалуйста, попросил Петрович. Слушай, ответил проводник. Для того, чтобы лечить человека, надо знать состав. Состав человеческих тел. Зная состав человека, можно понять, что в организме подвержено изменениям, а зная это, можно успешно воздействовать на болезнь. В состав человека входит видимое материальное тело, плазменное тело, состоящее из заряженных электрических частиц, тело голографическое, из лучей света и представляющие собой шаблон для тела физического, энергетическое тело двух главных типов. Система чакр и нади и акупунктурная система. Тело чувственное, тело мыслительное, земной рассудок с его индивидуальностью и волей, то есть это психика человека. И наконец, духовная индивидуальность человека с опытом прошлых воплощений, кармическими долгами и духовным разумом. Все эти тела взаимопроникают друг в друга и в целом составляют человека. Всякое повреждение, происшедшее в одном из этих тел, неизбежно озывается на общем организме и частично на остальных. Логично сделать вывод, что для каждого из этих тел или начал человеческого существа должен быть особый способ лечения или укрепления. Материальное тело, как чисто физическое образование надо беречь от разного рода повреждений, то есть механического разрушения, действия температур, химических веществ, радиоактивных излучений, от разного рода паразитов, которые рассматривают его как благоприятную среду для своего размножения и питания, от разного рода загрязнений, которые накапливаются в нем и мешают нормальному протеканию жизненных процессов. Материальное тело требует правильного питания для своего нормального развития и поддержания. Для своего нормального функционирования оно требует определенный двигательный режим. Плазменное тело, как электрическое образование, требует специфического ухода. Во-первых, его общий заряд должен быть всегда нейтральным. Для этого необходимо обеспечить нормальное заземление организма земной поверхностью. Нарушают заземление. Обувь и одежда из синтетических изоляционных материалов, синтетическое покрытие полов, сонно изолирующей кровати. Во-вторых, заряд плазменного тела не должен сильно поглощаться или рассеиваться одеждой, окружающими материалами, пассивным образом жизни, различными электромагнитными излучениями. Голографическое тело состоит из различных излучений волн. Эти излучения волны образуют точную копию физического тела, в которой указано, где и что располагается и как оно должно работать. Повредить голографическое тело обычными физическими средствами невозможно. Оно невероятно прочно, но оно повреждается или искажается теми же средствами, которые его образуют. Ввиду того, что оно начинается с уровня квантовых полей, где реальной силой выступает мысль и настроение человека, оно и повреждается неправильным мышлением и настроением. Причем это воздействие должно длиться годами. Отсюда в его здоровье главное значение имеет черты характера человека. Для укрепления и гармонизации голографического тела имеет большое значение цветотерапия, лечение минералами, металлами, живым магнетизмом. Энергетическое тело номер один это чакры и нади. Ввиду того, что человек расположен в мирах совершенно различными характеристиками, то есть духовный мир, мир квантовых полей, мир элементарных частиц, мир атома и материи, причем главная часть человека дух состоит из невероятно тонких и сильных вибраций, которые напрямую не могут взаимодействовать с материей, создается специальное образование, которое может это обеспечить. Обеспечивает это система чакр, особых энергетических центров и нади, тончайших каналов, по которым распределяется энергия от чакр. По системе чакр жизненная энергия или влияние духа, как по ступеням лестницы, спускается в материю, то есть физическое тело и руководит им. Осуществляется это следующим образом. Дух, духовный разум, в котором находится чувствительный и мыслительный аппарат, а также программа построения человеческого организма. Далее первая чакра, обеспечивающая пространство для построения будущего человеческого организма. Вторая чакра обеспечивает движение в пространстве. Третья чакра обеспечивает обогрев организма. Четвертая чакра осуществляет передачу предыдущих трех влияний с мира квантовых полей на мир элементарных частиц. То есть сумма трех предыдущих начал пространства движения теплоты образует энергию питающую любые проявления органической жизни. Пятая чакра осуществляет передачу с мира элементарных частиц на материальный мир, формируя физическое тело человека и оживляя его. Таким образом, система чакры нади является самым главным образованием, от которого зависит здоровье человека, особенности индивидуальной конституции и духовные способности. Неполадки в этой системе образуют главные болезни человеческого организма. Энергетическое тело номер два это акупунктурная система. Акупунктурная система в основном необходима организму человека для обеспечения жизнедеятельности. Она распределяет энергию организма по органам, согласуя деятельность организма с энергетическими приливами и отливами, наблюдающимися на земле в течение суток и сезонов года. Чтобы понять, что повреждает акупунктурную систему организма, надо знать ее устройство и работу. Акупунктурный канал представляет собой электронопровод, трубочку, наполненную сверхтекучей жидкостью, по которому движутся электроны с повышенной кинетической энергией. Попадая на активные центры ферментов, они отдают кинетическую энергию, осуществляя этим самым их работу, то есть ферментативной реакцией. Исходя из вышесказанного, деятельность акупунктурной системы напрямую зависит от запасника свободных электронов, плазменного тела, чем оно разряженнее, тем слабее человек, степени загрязнения соединительной ткани и жидкостных сред организма, состояние кожных покровов, чем суши и холоднее кожа, тем хуже ее электрическая проводимость, чувственное и мыслительное тело, это всего лишь передатчики земной и духовной индивидуальности человека. Их полезность определяется, что именно они проводят. Земная индивидуальность каждого конкретного человека определяется его настоящей жизнью. Во-первых, на теперешнюю индивидуальность человека сильнейшим образом влияют прежние кармические наработки и жизненные побуждения. Прежние кармические наработки влияют на время рождения, в какой стране и семье родится человек, окружающие его условия. Они создают жизненные ситуации, способствующие отработке прежних задолженностей, определяют тяжесть кармических болезней. Жизненное побуждение – степень выраженности желания жить, значимость семьи, детей, дружбы, сексуальных отношений, желание быть лидером, желание быть независимой, свободной личностью, значимость справедливости, значимость творчества – все это формирует характер человека. Сплав кармических ситуаций, возникающих в жизни, с проявлением в них характера человека, показывает, насколько человек может решать собственные проблемы и духовно совершенствоваться. Если человек не может осознать свои дурные черты характера и проработать их, то он неминуемо пожмет болезни тела, жизненный крах и будет отброшен в духовном развитии. Духовная индивидуальность каждого конкретного человека складывается из наработок в его предыдущих жизнях. Положительное проявление духовной индивидуальности сказывается на здоровье и продолжительности жизни, красоте телосложения, одаренности умственными способностями, рождением в хорошей семье, в стране, возникновении по жизни благоприятных ситуаций. Забота о материальном теле заключается в разумных гигиенических мероприятиях, поддержании его во внешней чистоте, уход за полостями и слизистыми оболочками, очищение носа, ротовой полости, чистота интимных мест, правильное питание, достаточное количество пищи и необходимое ее качество. Для современных людей важны качественные и естественные пищевые добавки, разумный и регулярный двигательный режим, профилактические очистительные процедуры и мероприятия как от внутренней грязи, так и от паразитов. Это необходимо потому, что сам процесс жизни способствует отмиранию клеток, появлению балласта, на котором могут развиваться микропаразиты, беречь тело от разного рода повреждений. Забота о плазменном теле требует соблюдения необходимой экологии, ношения естественной одежды и обуви, отделки помещений, хорошо сказываются на его здоровье процедуры связанные с водой. Они не только нормализуют общий заряд, но и способствуют очищению. Что касается его подзарядки, то умеренные физические нагрузки от 30 до 45 минут до испарина или пота способствуют этому. Голографическое тело состоит из разного рода частот и вибраций. Время зачатия оказывает большое влияние на формирование голографического тела. В зависимости от сектора пространства, в котором находится Земля и соотношение планет на только что вышедшую из материнского организма голограмму человеческого тела влияют могучие силы космоса. Они ставят на ней свое энергетическое клише. Вот почему знаки зодиака и их стихи так активно влияют на самочувствие человека. Родственные стихи огонь, воздух, земля, вода и знаки зодиака его укрепляют, а противоположные угнетают. Подбор окружающей цветовой гаммы, одежды, мебели, украшений, металловый минерал способствует этому. Грамотное использование уринотерапии своей, а лучше молодого донора, совпадающего с вами по знакам зодиака, способствует укреплению голографического тела. Важно и ближайшее окружение человека, ведь контакт с людьми, противоположных знаков зодиака и стихи, а также значительно старше вас, раздражающе сказывается на самочувствии. Отсюда возникает интуитивная неприязнь и даже вражда. Можно использовать защитные и укрепляющие амулеты, эффективное мысленное самовнушение, бесконтактный массаж. Чакры и нади укрепляют доброжелательное расположение духа. Ввиду того, что на это тонкое тело делается больше всего привязок, паразитических прикреплений и разного вида порчи, то для избавления от них применяется весь арсенал магических средств. Действительной защитой от них является праведный образ жизни, соблюдение божьих заповедей. Кстати, они у всех религии одинаковы. Большое значение в работе этого тела имеет воля. С ее помощью можно заставить чакры работать в нормальном режиме, тем самым значительно продлевая молодость. Стимулировать работу чакр можно с помощью особых звуков, цвета, вкуса, запаха, пост тела, сосредоточения и тому подобное. Этим занимаются особые разделы йоги. Что еще надо подчеркнуть в связи с этим телом? Болезни жизненных принципов, ветра, желчи, слизи начинаются здесь, а потом распространяются на все остальные тела и органы. Отсюда все, что прямо или косвенно влияет на перевозбуждение жизненных принципов, погода, питание, эмоции, образ жизни, неизбежно скажется на этом теле. Акупунктурная система человека требует внутренней чистоты, соблюдения соответствующей экологии и исследования биоритмом. И вот мы подошли к земной индивидуальности. Здесь главная задача устранить неведение. Надо изучить, исследовать определенные суммы знаний, касающихся устройства своего организма. Надо познать психическую активность и ее влияние на организм. Исходя из этого, работать с собственным характером, прорабатывая побуждение. Кармические ситуации принимать с пониманием, зачем они вам даются и безропотно отрабатывать, совершенствуя при этом свою духовность. Кстати, знаешь, что санскрита означает клеша? Нет, не знаю, ответил Петрович. То же, что и побуждение. Именно они привязывают человека к земному миру. Человек чрезмерно беспокоится и переживает за свою жизнь и здоровье, за свою семью, рвется в лидеры, борется за свободу или во что бы то ни стало, желает добиться справедливости, забывает все в творчестве. Все эти привязанности не дают человеку духовного взлета. Они должны быть выражены, но в меру. Вот тогда все будет нормально. А как заботиться или развивать духовную индивидуальность? Спросил Петрович. Духовную индивидуальность развивает осознавшее себя, как духовные существа люди. Для них каждый миг их жизни наполнен смыслом служения Господу смысл их жизни. А когда человек посягает смысл своего бытия, то он усердно служит Господу. В чем заключается смысл бытия человека, ты уже знаешь, но оно еще не созрело в тебе для полного служения Господу. Увы, ты еще не постиг эту величайшую благодать. Развивая свою духовную индивидуальность, человек осознанно работает на перспективу. Он знает, что в этой жизни еще предстоит отработать кармические долги. Придется болеть и страдать, зато в следующей будет лучше, а там и Царство Божие не за горами. Конец земной эволюции, да здравствует духовная. Исходя из вышесказанного, первостепенно встает вопрос о работе над своей духовной индивидуальностью, ибо от ее развития зависит здоровье человека, земные блага и возможность дальнейшего эволюционирования, как разумного космического существа. Теперь до тебя в полной мере дошел смысл слов. Кто хочет жить не болея, кто хочет лечить болезни, пусть учит наставление по врачеванию. Кто хочет долголетия, пусть учит наставление по врачеванию. Кто хочет выполнить свое предназначение, быть богатым, счастливым, пусть учит наставление по врачеванию. Кто хочет избавлять от страданий других, кто хочет вознестись над головами, пусть учит наставление по врачеванию. Все начинается с познания самого себя. Основ жизни и здоровья проходят через процветание и удовлетворение жизнью к трансформации в духовное существо. Вот так у человека открываются глаза и сбрасываются оковы неведения. Что же касается медицины, то нет универсального способа лечения. Любое лечение необходимо применять на основе создавшейся ситуации. Учитывая различные факторы, а лучшая защита от болезней и злой судьбы, твоя духовность, осознанное выполнение своих обязанностей, солить землю благими мыслями, добрыми настроениями и благими поступками. Раньше в этом отношении преуспевали славянские народы. Своё название славяне они получили от того, что славили Бога мысленно и делами. Теперь в этом отношении преуспевают мусульмане. Вот почему они более динамично развиваются, чем европейцы. Твоё время истекло, пора возвращаться. Теперь мы с тобой будем более часто встречаться. Ты созрел, как ученик, а я стал твоим проводником. Сарван Галамане донеслось до Петровича. Он сдрогнул, будто кто-то невидимый, толкнул его и открыл глаза. Он находился в медитации всего двадцать пять минут. А такого впечатления, что я там пал, дня пробыл, подумал Петрович. В воздухе приятно пахло ладаном. На письменном столе лежали листочки бумаги, придавленные сверху небольшим камешком из лазурита. Он был прекрасного, чистого цвета, а внутри имелись три полоски. Его было весьма приятно держать в руках. На листочках, сделанной из особой бумаги, были написаны таблицы. Эфир, воздух, огонь, вода, земля. Что все это означало? Смотря на таблицы, Петрович вспомнил, что ему рассказывал проводник. Веды, особенно Упанишады, приписывают вселенной первопричину Брахман, Бог. Эта первопричина может быть определена только выражением ни то и ни это. Безразличие. Эта единственная, бесконечная, вечная и абсолютная реальность не имеет никакого качественного определения. Когда она творит, она становится Богом и проявляется во Вселенной так же, как и в человеке. С троичностью. Атма. Я. Высшая, неизменная, атомическая душа. Пуруша. Дух. Жизненный принцип. Отражение всего универсальной энергии. Прокрытие. Коренная, изменчива, трансформирующаяся материя. Знания, изложенные в Ведах, описывают возможности души, атма, эволюционировать при посредстве мира материи. Прокрытие. Душа есть жизнь, а первичная материя отождествлена с пространством. Отсюда получается, что человеческое тело сформировано из соединения в различных пропорциях энергии и материи. Можно так сказать, янь и инь. Появление болезней всегда означает нарушение равновесия между ними. Внимательно вдумывайся в сказанное учителем исцеления. Здоровье основано на трех понятиях. Силах тела, нечистотах и болезнетворном факторе, то есть воздействии. Оттого, находятся ли они в обычном состоянии или изменились, зависит, быть телу или ему разрушится. Равновесие может быть восстановлено воздействием или на сторону материальную, или на сторону энергетическую. Первоначальной субстанцией, дающей основу организму человека, является пространство. Дух Пуруша действует на него, вызывая появление пяти первоэлементов. Эти пять первоэлементов таковы эфир, это пустота, космическое пространство, или его можно назвать вакуум с еще не возбужденными полями квантовой энергии. Второе, воздух, начальное возбуждение энергии вакуума, которое проявляется в появлении центробежных и круговых движений торсионных полей. Третье, огонь, взаимодействие пространства с воздухом, поражает теплоту, различные излучения, электромагнитные силы. Четвертое, вода, комбинация взаимодействия пространства, воздуха и огня приводят к образованию элементарных частиц атомов, которые дают начало и питание органической жизни. Пятое, земля, представляет собой итог взаимного действия первых четырех первоэлементов с образованием материи, установившейся формы. Эти первоэлементы одновременно находятся вне человеческого существа, с одной стороны, и в человеческом существе, с другой, в пяти комбинациях. Эти комбинации имеют следующее название А. Духовные способности Б. Умственные способности В. Жизненные проявления Г. Чувственные проявления Д. Органы действия, через которые все это осуществляется в материальном мире. Именно это было отражено в таблице номер один, что позволяет отобразить анализ человеческого существа. Анализируя эту таблицу в горизонтальном и вертикальных направлениях, мы можем исчерпывающе разобрать духовные, умственные, жизненные, чувственные и деятельные проявления. А. Духовные способности составляют постоянное тело души. Сама душа парит над океаном воплощением. Энергия по-санскритски шахты, образующая духовное тело, является результатом комбинации универсальной космической энергии с энергиями человеческого духа Поруши. Я указываю их в порядке первые пятерки первоэлементов по-санскритски Татум. Первое. Слово сам. Следовательно, двойственность, ритм, число, период, сознание, гортонь. Второе. Воля, осуществляющая творение, физические, мыслительные и магнетические движения, действия на среду, солнечное сплетение. Третье. Знание. Образование идей, память, размышления, созерцание, восприятие ясновидения, лоб. Четвертое. Сознание, воля и знания дают начало организации. В первую очередь организация применяется к организму, центральной нервной системе, подбору и протяжению подобных, то есть желания, усвоение продуктов питания, спиной мозг. Пятое. Последнее духовное свойство человека выражается во внутреннем спокойствии, динамическом равновесии, основных физиологических проявлениях, причинности, это карма, органы воспроизведения. Подобно вышеизложенному проявляются психические и другие свойства. Б. Первое. Сознание или я, как сфера, заключающая все возможности, скрытое чувство вне всего объективного. Второе. Мудрость, опыт, знание, воля, я в его совершенствовании, состояние сознания, когда им совершено все, что можно приобрести опыта. Третье. Способности. Мыслительно, воспринимающее, рассуждающее, делающее выводы, воображающее и размышляющее. Они преобразуют информацию, находящуюся в памяти и органах чувств, в интуитивные проблески отвлеченного знания. Четвертое. Мимолетное желание, то есть сомнение, сравнение, чувствование, постоянно возникающая страсть. Пятое. Я. Центральное, эгоизм, индивидуализм. В. Пять жизненных дыханий, которые называются ваю, обеспечивают энергией то или иное действие. Первое. Уданно находится в горле, суставах, руках и ногах. Оно белого цвета, производит крики, речь, держит тело в прямом положении. Второе. Биана находится в груди, связках, ягодицах, ушах. Оно желтое, производит рост и испарину. Третье. Прано находится в сердце, носу, горле, в большом пальце ног, вихреобразное, оно красное, производит теплоту в организме, вдыхание и кашель. Четвертое. Апана находится в бедрах, коленях, пояснице, крестце, заднепроходном отверстии. Оно розовое, вызывает аппетит, способствует пищеварению, выделению, осуществляет выдох. Пятое. Сама она находится в пупе и повсюду в теле, обслуживает детородные органы и их функции. Цвет молочный, способствует равновесию и здоровью. Г. Органы внешних чувств. Первое. Ухо является органом звука, пространства, интеллекта. Второе. Кожа воспринимает прикосновение и чувство движения. Третье. Глаза воспринимают форму, цвет, а также могут их излучать. Четвертое. Язык различает вкус. Орган пассивный, осуществляет чувство восприятия. Пятое. Носа, боняние, запах пищи, течка у животных, феромоны у людей, оно пассивное. Д. Органы внешнего выражения. Первое. Голос, слово, орган, созидающий нервы. Второе. Руки, жесть, внешнее их применение, муску. Третье. Ноги, перемещение, развивает тепло и жизненный огонь, скелет. Четвертое. Заднее проходимое отверстие, мочевой канал, отделение, пот и так далее, сосуды. Пятое. Дитородные органы, их деятельность, с первого взгляда, невольно, может быть, контролируемая спиной мозг. Для мудреца, обладающего подобным знанием, ясна связь, к примеру, между ногой, проявлением которой является огонь в пятом виде на земле и передачей от нее динамического влияния к глазам, легким, возникновении идей и развитию отличенного познания. Исходя из этой связи, строится комплексное лечение с помощью прогулок, светолечения, закаливания, психотерапии и гигиены. В таблице номер два даны необходимые соответствия для практического применения в лечебных целях. Знающий врач только по внешним симптомам может определить портящий организм полюс и окружить больного всеми дополнительными вибрациями, как то цвета обоев, особенности мебели, звуки, движения, температура, пища, дыхание, особенности мышления и прочее. Ну и информативность у этой таблички подумал про себя Петрович и занялся обычными делами. Прошло несколько месяцев после осознания Петровича самого себя как духовного существа. Жить как-то стало легче, пропало чувство однообразия и некоторого отупения свойственного человеку перешагнувшего сорокалетний рубеж. Более того появилась радость от мысли что ты значишь что-то для вселенной делаешь нужное и полезное в ней дело. Изменились и окружающие его жизненные обстоятельства. Мир стал добрее и приветливее. Как-то сами собой исчезли обманы, стали поправляться и дела его фирмы, стали происходить улучшения и в здоровье. Особенно радовало появление легкости в теле. И это закономерное явление. Это следствие того, что человек рассчитался и сбросил с себя большую часть сотворенных по неведению, обид, недовольства, разочарований и раздражений. Ведь каждый человек видит окружающий мир через призму своего сознания. И если оно замутнено разными амбициями, желаниями, недовольством, то и окружающие ему кажутся таковыми жестокими, живыми, извращенными, равнодушными. Петрович перестал быть равнодушным к жизни. Поняв, что он соль земли, он стал воспринимать все так, как она есть, без внутренней оценки, одинаково принимая хорошее и плохое. Хорошее настроение стало каким-то естественным состоянием его существа. Слова благодарственной молитвы лились сами собой при каждом удобном случае. К нему пришло понимание прелести и важности жизни самой по себе. Она стала ценной, желанной сама по себе, в отличие от того, как он оценивал ее раньше. Количеством полученных денег, приобретенных благ, вкусной едой, ярким сексом, азартной рыбалкой, ездой на комфортной машине и так далее и тому подобное. Он осознал, что значит работать на духовную перспективу и просто делал свое человеческое дело и был счастлив от этого. А вокруг продолжала бурлить жизнь, создавая все новые и новые ситуации для познания и духовного роста. На собрании оздоровительного клуба. Если раньше Петрович несколько с высока смотрел на людей, ходивших в оздоровительный клуб к Татьяне, то теперь это чувство исчезло. Его сменило чувство заинтересованности, желание чем-то помочь людям, вступившим на путь самоздоровления, а потом и духовного совершенства. То, что он слышал на собраниях клуба, не давало целостного восприятия оздоровления, о котором он знал, но отдельные темы заслуживали самого пристального внимания и были весьма полезны. Так, на одном из осенних собраний оздоровительного клуба рассказывалось о свойствах меха, важности выбора места проживания и о многом другом. Люди склонны доверять только той информации, которую получают через органы чувств, рассказывала о геопатогенных зонах Татьянов. Однако эта информация весьма неполна, а часто и не очень точна. Большая часть окружающего людей мира энергоинформационна, именно она таит в себе опасность. Люди не могут видеть, чувствовать, ведь органы чувств воспринимают лишь час информации. Насколько безопасны те энергии и информация, которые присутствуют в их доме, квартире, на рабочем месте, в спальне, в пище, которые не употребляют. Отсюда важно знать об скрытых опасностях, которые подстригают несведущего человека. Знаете, опасности можно их заранее избежать, либо умело защищаться. Подобные мероприятия помогут сохранить здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы. Прежде всего поговорим о месте проживания. Как правило, это место, где человек может расслабиться, отдохнуть, восстановиться после трудового дня. Но часто встречаются такие ситуации, когда пребывание в своих комнатах становится источником усталости, подавленности и других неприятных эмоций и ощущений. Иногда подобное приводит к непонятным хроническим болезням. Виновником подобного нездоровья часто бывают техногенные, реже геопатогенные зоны. Техногенное воздействие подстерегает человека везде, но особенно в местах его трудовой деятельности. Обилие электрических станков и радиоаппаратуры создают локальные техногенные зоны. На улице техногенные зоны могут быть гораздо мощнее. Ими являются линии электропередач, весь электротранспорт, особенно метро. Дома к техногенным зонам можно отнести все виды электроприборов. Сейчас к этому списку добавились новые, более коварные источники патогенного излучения, персональные компьютеры, микроволновые печи, телефоны, радиотелефоны, пейджеры и прочее благо цивилизации. Помимо воздействия электрическими и магнитными полями, от которых у человека защиты нет, он прозрачен для их пагубного влияния, большой вклад в нарушение экологии наших домов и квартир носят акустические шумы, например, ночное метро, радиационное и особенно химическое загрязнение. Химические вещества строительного характера и бытовой химии постепенно накапливаются в организме человека и вызывают преждевременную дряхлость и слабость организма. Например, во многих домах и квартирах внутри стен в качестве утеплителя используется пенопласт, который выделяет летучие вещества вредные для здоровья. По технологии строительства утеплитель не должен иметь с жилым помещением никакого контакта. Однако, через микропоры пенопласт выделяет свои вредные пары, превращая комнаты в газовую камеру замедленного действия. Если жильцы вашего дома рассказывают, что видели нечистую силу, обязательно проверьте тест на наличие токсических веществ. Многие из токсических веществ в малых дозах способны вызывать галлюцинации у ослабленных и чувствительных людей. Повсеместная компьютеризация привела к тому, что человек много времени проводит у экрана, причем на весьма близком расстоянии. Хотя современные мониторы имеют хорошую защиту, но сколько их выпущено ранее без нее? Естественно, от этого все проблемы между биологией человека и электромагнитным излучениями монитора резко обостряются. На будущее запомните, что самым безопасным являются жидкокристаллические мониторы. Они имеют иное устройство и практически не излучают. Вернемся к месту проживания человека. На протяжении многих веков люди с особой тщательностью выбирали для себя три основных места. Дом для жилья, храм для богослужения и кладбища для умерших. Выбирались эти места не случайно, ибо они наиболее благоприятны для этих целей. На благоприятном месте для жилья хорошо живется. Дом стоит долго и хорошо сохраняется. На благоприятном месте для постройки церкви хорошо молится, ощущается особо благодать, а сами церкви стоят веками. Кладбища, построенные в нужном месте, не отравляют подземные воды, не создают некротических влияний на живых людей. Раньше отыскивали благоприятные места ведуны, рудознатцы, лазоходцы. Сейчас этим занимаются операторы биолокации. Возрождению этого забытого искусства способствовало то, что в некоторых домах люди без всяких видимых причин умирали от самоубийства рака и других заболеваний целыми семьями. Такие дома людская молва окрестила проклятыми, раковыми. О них рассказывали страшные истории. Когда в этих домах побывали операторы биолокации, то они установили, что на самом деле смерть их бывших хозяев наступила по причине действия сильного геопатогенного излучения. Более того, в некоторых местах это излучение было настолько мощным, что трескались и разрушались сами дома. Например, подобное наблюдается в Норильске. В.В. Касьянов специально исследовал сотни людей, проживающих в геопатогенных зонах и сделал такой вывод. Влияние геопатогенных зон на организм человека всегда является отрицательным. При этом не только угнетается рост, способность к размножению, но и затрачиваются иммунные силы. Поэтому биологические организмы вступают в состояние повышенных энергетических затрат, затем энергоистощения и как финал стадию заболевания болезни. Что касается рекомендаций по устранению геопатогенного излучения, то они следующие. Если геопатогенная зона большая, то лучше всего это место покинуть. С локальными зонами можно побороться. Вначале надо определить, где в комнате находится зона неблагоприятного излучения. Это можно сделать с помощью рамки или маятника, но есть признаки, по которым можно весьма точно определить локальную геопатогенную зону. Например, малыши во сне непроизвольно передвигаются в кроватке из неблагоприятного места в нейтральное, а взрослые частенько предпочитают спать на диване в гостиной, а не в спальне на кровати, ибо отдохнув в этом месте, они себя прекрасно чувствуют, а в другом им снятся кошмары, встают разбитыми, не отдохнувшими. Хорошо определяют геопатогенные зоны домашние животные собака и кошка. Так собака никогда не будет спать на отрицательном пересечении геопатогенных полос. Что же касается самостоятельной борьбы с геопатогенными зонами, подручными средствами, это хорошо описано у Малахова в основах здоровья. А не могли бы вы нам рассказать о меховой одежде? Спросила одна из слушательниц. Я например слышала, что она не всем подходит. Как определить, что из меховой одежды подходит, а что нет? Тем более, что наступают холода. Могу ответила Татьяна. Из всех вещей и тканей, используемых людьми для меха, как натуральные, так и искусственные. Они не только эффективны с энергетической точки зрения, но еще и глубоко и индивидуальны. Об этом следует знать, покупая меховую вещь. То, что прекрасно подойдет одному человеку, окажется резко противопоказанным для другого. Человеку с ветреной конституцией, особенно с замкнутым характером, склонным к самоедству и другими подобными комплексами, коротковорсовые меха из мелких животных противопоказаны категорически. К таким мехам можно отнести меха типа норки, горностая, соболя. Аура шкурки крайне холодна, замкнута, накладывает на своего хозяина отпечаток излишней подвижности, агрессивности. Подобные меха хорошо для лиц с выраженной слизистой, слизистой желчной конституции. Если вы обладатель замкнутого, раздражительного характера, постоянно мерзнете, то вам предпочтительны носить умиротворяющие, спокойные меха домашних животных, каракуль, кроли, выделенную цегейку и козлиный мех. Эти меха несут в себе положительный, теплый заряд и обладают защитными свойствами. Не зря же их чаще всего используют для детской одежды, она для ребенка и энергетический донор и защита. Мех с длинным ворсом, например, песец или лисица, обладает по крайней мере одним ярко выраженным свойством, повышает сексуальную привлекательность, правда, излучает его по преимуществу на того, кто является хозяином вещи. По этой причине так привлекательны сшитые из подобного меха воротники и муфты, горжетки и палантины, но они не рекомендуются для постоянного и длительного ношения людьми с повышенными сексуальными фантазиями. Это может привести к эмоциональному взрыву не только у хозяина, но и у окружающих его близких людей. Зато лицам сексуально зажатым ношенной одеждой из длинного ворсового меха поможет раскрепоститься и воплотить в жизнь самые смелые сексуальные фантазии. Соблюдайте осторожность. Окружающие могут быть спровоцированы вами на эротические действия, в результате которых вы окажетесь жертвой собственной привлекательности. Теперь поговорим о том, как меховая одежда может защищать от порчи. Весьма много меховой одежды и шкур водяных животных. Бобер, нутрия, выдра, морской котик и нерпа. Одежда из меха этих животных оказывает на человека их носящего очищающее воздействие. Ведь родная стихия этих животных вода, которая смывает и поглощает разного рода вредные энергии. Вещь из такого меха примет на себя любое дурное воздействие, направленное на вас, оградит от порчи, сглаза, отведет приворот и не исключено, что сумеет помочь при атаке энергетического вампира. Очень важное предупреждение. Никогда не следует покупать изделия частного изготовления из собаки или кошки, даже с кроликом. И то следует быть осторожным, если покупаете его на рынке участника. Очень часто люди, занимающиеся таким бизнесом, не следят, в каких условиях забивается животное, мучениях или безболезненно оно погибает. Более того, считается, что шкурка содрана с живой зверюшки выглядит красивее. Шапка сшита из шкурки животного, погибшего в болевых муках, будет постоянно излучать заряд боли, страха, муки. Ношение такой шапки гарантирует вам болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. В связи с этим встает вопрос, как проверить мех на наличие болезнетворной информации в нем. Есть простой и доступный каждому способ проверки, подвергать которому надо любой покупаемый вами мех. Взяв вещь в руки, медленно гладьте ее по ворсу, закрыв глаза и сосредоточившись на ощущениях под рукой. Если в материале меха есть даже незначительный след ужаса, предсмертной агонии, вы его обязательно почувствуете. Он отзовется, если не уколами в ладонь или внутреннюю часть кисти, то вполне ощутимым чувством тоски, беспокойства, дискомфорта в области сердца. Теперь перейдем к вопросу очищения и восстановления нормальных свойств меха. Поговорим об одежде из искусственного меха. Главное свойство подобной одежды мгновенно принимать, вытягивать и сохранять длительное время любое наведенное отрицательное и положительное энергетическое воздействие. Причем излучение этого воздействия меха на хозяина вещи ничуть не менее сильно, если бы оно было непосредственным. Сейчас я вам расскажу о способе, с помощью которого можно предотвратить накопление отрицательного энергетического заряда в искусственной меховой вещи. Наденьте только что купленную и новую вещь из искусственного меха и попросите кого-нибудь из членов вашей семьи или друзей, в чьем доброжелательном отношении к себе вы абсолютно уверены, зарядить вещь положительно. Для этого нужно, чтобы избранный человек несколько раз ласково погладил ворс обеими руками, при этом думая о вас что-то хорошее и приятное. Положительное эмоциональное отношение осядет и закрепится на шерстинках меха в его структуре, создаст оболочку положительного отношения к вам. Теперь отрицательное отношение будет отталкиваться от меха, а положительное будет притягиваться и укреплять ту благость, которая нанесена на мех ранее. Это значит, что он будет накапливать все позитивное, каждой хорошей мыслью и чувством, направленным на вас. А на негативные эмоции не будет реагировать, поскольку их присутствие в изначально заданной программе исключается. Далее выступила интересная пожилая женщина, большой знаток народной медицины. Она рассказала о лечении глумерола нефрита с помощью черных тараканов. Предлагаю рецепт, который дает хорошие результаты при лечении глумерола нефрита, сказала она. У моей знакомой в 1962 году заболела глумерола нефритом восьмилетняя дочь. Большой белок в моче, отекли ноги, мешки под глазами. Лечение в детской поликлинике не помогло. Тогда знакомые посоветовали обратиться к умудренному опытам врачу. Копая в старинных книгах, он нашел рецепт лечения этого заболевания настойкой из черных тараканов. Нужны большие черные тараканы с усами. Можно использовать и обыкновенных рыжих, но эффект при лечении черными выше. Где и как собрать тараканов? Спросил довольно-таки молодой мужчина. Их больше всего там, где хранятся пищевые продукты. В хлебопекарнях, на пищевых складах, подвалах, нужно с вечера поставить на пол стеклянные баночки, любые, из-под майонеза, либо пол-литровые. Внутри смазать их повидлом, сахарным сиропом или медом, а сверху к баночке приставить палочку. Тараканы по палочке поднимутся в баночку, упадут вниз и оттуда уже не выберутся. Утром обязательно их собрать, потому что долго их квасить нельзя. Затем налить в стакан немного водки, промыть в ней тараканов, брать их удобнее пинцетом, затем переложить тараканов в другую баночку, наполненную наполовину водкой или спиртом. Количество тараканов примерно половина баночки, но обязательно, чтобы уровень водки или спирта был выше слоя тараканов. Как собрать такое количество тараканов? Опять спросил тот же мужчина. Собирать тараканов можно несколько дней подряд и класть их в одну баночку с водкой, затем баночку закрыть крышкой и поставить прохладное место на 15 дней, потом процедить настойку через несколько слоев марли, а тараканов выбросить. Настойка должна быть темно-коричневого цвета. Пить детям по одной чайной ложке три раза в день перед едой, взрослым по одной столовой ложке три раза в день. пить до тех пор, пока анализ мочи не будет нормальным, то есть не будет белка. Так девочка моей знакомой выпила полтора литра настойки за весь курс лечения. Все симптомы заболевания исчезли. Во время лечения мама кормила ее пищей без соли, давала много овощей, фруктов и свежевыжатых соков. Сейчас ее дочь замужем, имеет двоих детей, а про болезнь свою забыла. Вообще эта настойка хорошо помогает при сильных отеках. Она быстро и радикально способствует избавлению от излишка жидкости в организме. Затем эта женщина рассказала о лечении бельма на глазу с помощью рыбой желчи. Для того, чтобы свести бельмо с глаз, лучше всего использовать желч свежепойманной щуки. Капните всего лишь одну каплю свежей щучьей желчи в глаз больной бельмом. Конечно, от этого он покраснеет и потекут слезы. Это нормальная реакция. Потерпите. Бельмо отойдет в виде пленочки само через несколько минут. Можно применять и другую рыбью желчь, но действие будет сильнее. Поэтому лишний раз не рискуйте. Далее она рассказала о лечении прыщей на коже. Если у вас время от времени высыпают на коже мелкие зудящие прыщи, наполненные прозрачной жидкостью, есть верный способ избавления от них. Необходимо ежедневно съедать кусочек пищевого мела с дольками лимона. Мел можно заменить измельченной яичной скорлупой. Выдавите в стакан сок из 5-6 лимонов и поместите в него побольше толченой яичной скорлупы. Ежедневно перемешивайте деревянной палочкой. Дня через 3 процедите. Лекарство готово. Пейте его утром и вечером до еды по одной чайной ложке. Никогда не выбрасывайте косточки от кур уток кроликов. Собирайте, промывайте и пережигайте. Во время обжига косточки почернеют, а затем снова станут белыми, но будут рассыпаться. Растолките их в белый порошок и принимайте его на кончике ножа во время еды. Это не только великолепная минеральная подкормка для организма, но способствует очищению кожи. Ведь кожа наша сильно нуждается в органических минералах. Весьма полезно давать мел с дольками лимона, лимонный сок с растворенной в нем яичной скорлупой или костяной порошок нервным детям. Они от недостатка минералов интуитивно грызут ногти. Дни через 10 после приема подобных добавок у детей появляется румянец, аппетит, кожа становится розовой и упругой. Ребенок прибавляет весе и становится намного спокойнее. В заключении она дала совет, как определить, насколько тяжела полученная травма. Если вы сильно ушибли какой-либо из членов тела и сомневаетесь, что это просто ушиб, накол кости или перелом, сразу наклоните голову вниз и надавите на выступающий седьмой шейный позвонок. Он обозначается как самый большой выступ у основания шеи. Именно этот выступ является индикатором целостности костей в организме. При переломе или трещине любой кости прикосновении к этой точке очень болезненно, а при ушибе боли нет. На собрание клуба пришла молодая мама с 10-летним сыном. У них дома жила собака и кошка. Мальчик с ними играл и заболел лямблиями. Сколько не пытались его вылечить медицинскими средствами, лишь временный результат. Во-первых, сказала Татьяна, надо очистить квартиру от домашних животных. Если вы этого не сделаете, то никогда не вылечитесь. А после этого попробуйте вот такой рецепт. Лист березы запарить крутым кипятком на ночь, затем заварить и пить 5 дней, сделать перерыв на 3 дня. Такой цикл надо повторять до улучшения самочувствия. Вообще, для очищения организма от разнообразных паразитов, я рекомендую вам почаще принимать керосин, горчичное масло и профилактически очищаться. Затем она рассказала о целебных свойствах горчичного масла и о методике очищения от паразитов. Горчичное масло применяется при болях седалищного нерва, кожных заболеваниях, витилиго, проказе, экземе или шаях. Горчица выводит слизь, помогает при параличи, открывает закупорки, улучшает цвет лица, убивает мелких и крупных листов, переваривает пищу, вернее помогает переваривание пищи, открывает закупорку матки и хорошо очищает во время месячных, увеличивает половую силу. И при этом она посмотрела Петровичу в глаза. Если сделать припарку на селезенку, то уплотнение рассосется, помогает при низких лейкоцитах, легкий очищается от слизи при простудах, не дает заставиться слизи в организме. А теперь я вам расскажу об особой подготовке перечисткой печени, которая избавляет организм от массы паразитов, а чистка печени выбрасывает их из организма. Эту методику лучше запишите, чтобы потом не переспрашивали. Все застали ручки и блокноты. Первое. Утром натощак выпить полы. Одна столовая ложка на 200 граммов кипятка. 30 минут настоять, процедить. За час до еды. Питание при этом вегетарианское, раздельное. Исключить острое, кислое, соленое. Второе. Сделать чесночную клизму перед очистительной с яблочным уксусом. С вечера 2-3 зубчика чеснока измельчить, залить стаканом кипятка, настоять ночь, а утром сделать микроклизм, а затем 2 литра с 5 до 7 утра. Третье. В обед перед едой 3-5 цветочка или семени полыни и 1 штучка гвоздики. Запить водой как таблетку. Четвертое. Также и в ужин. Пятое. Вечером ванна и клизма из свежей урины или яблочным уксусом. Шестое. С третьего по пятый день вермакс производства Бельгии, Венгрии, другие не употреблять. Пить по одной таблетке утром и вечером с едой запивая сладким чаем. При колитах и язвах кроме средства надо применять общее укрепляющее заживляющее средство. 1 столовая ложка корней сухой крапивы заварить стаканом кипятка и томить на очень маленьком огне 15 минут. Настоять 30 минут. Пить по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Препарат вермакс вызывает у гельминтов самопереваривание. В сочетании с чесночными клизмами сильное средство противоостриться. 7, 6, 8 день. Как первые 3 дня без вермакса на 8 день вечером съесть селедку сколько сможешь. Вечером 8 дня взять тыквенные семечки сырые получше. Семечки должны сохранить зеленую оболочку. Взрослым 300 грамм детям до 4 лет 75 грамм до 9 лет 100 граммов до 15 лет 150 граммов. Восьмое 9 день утром натощак съесть семечки запивая 1 чайная ложка ромашки 1 чайная ложка коры дуба 1 чайная ложка коры крушины 1 столовая ложка пижмы все это залить пол литра кипятка настоять в термосе 6 часов лечь в постель на 2 часа через 2 часа выпить солевое слабительное то есть взять 1 столовую ложку английской соли на 100 грамм воды детям от 5 до 7 лет 1 чайную ложку на 50 граммов воды 10 лет 1 десертная ложка на 75 граммов через полчаса после слабительного сделать очистительную клизму 2 литра с крупной головкой чеснока чай гельминтный пить утром натощак после чистки зубов выпить полынь по 100 граммов днем полынь и гвоздика остаются на 12-13 день чистка печени повторить через 21 день затем еще через 21 день если вы по каким-либо причинам не можете почиститься по ранее рассказанной программе то хотя бы попробуйте принимать целебную эмульсию возьмите ложку свежевыжатого свекольного сока и ложку горчичного масла хорошенько перемешайте и получите эмульсию принимайте ее утром натощак за 30 минут до еды цикл приема 7 дней 7 дней перерыв отличное глистогонное средство очищает матку и органы малого таза особенно рекомендуют для женщин и она посмотрела на собравшихся в клубе женщин затем один маложавый на вид старичок рассказал что когда он бывал в Тимошевском монастыре то узнал о рецепте выведения камней из печени и желчного пузыря я уже как год болями в правом подреберье мучился думаю надо попробовать взял один килограмм картошки удалил глазки хорошо промыл залил шестью литрами воды и варил в мундире сначала на сильном огне довел до кипения а затем на слабом варите в течение четырех часов картошка сильно разварится слегка подсолите и сделайте очень жидкое пюре оставьте его остывать на несколько часов когда пюре осядет то над ним должна образоваться чистая водичка ее слить в отдельную емкость это и есть чудо лекарство которое надо пить по две столовые ложки три раза в день за 30-40 минут до еды в течение сорока дней отец Георгий тогдашний настоятель сказал мне что эта водичка не только дробит и вывод камни и песок желчного пузыря но и лечит печень помогает при водянке я сделал эту водичку попил и забыл где у меня раньше болело раз в два года я повторяю подобный курс и очень хорошо себя чувствую тьфу-тьфу сказал он и постачал по столу одна женщина рассказала что когда она гостила в Санкт-Петербурге то познакомилась с ивановцами у них там целый клуб человек 300 обливаются голодают собираются все довольны деткой и широко ее рекомендуют всем но мне как-то неловко выходить на улицу и обливаться да и голодать так часто я боюсь а потом я услышала что оказывается Иванов был больным у него не было чувствительности к холоду по какой-то болезни что бы вы порекомендовали по этому поводу Петрович хорошо был знаком с учением Иванова читал его дневники встречался с его последователями он понял что Порфирь Иванов самостоятельно нащупал самобытные пути духовного роста и следуя им стал человеком с большой буквы он всей своей жизнью заслужил особую благодать от природы буквально сроднился с ней и был щедро одарен ее силами подобные слухи возмутили его и он решил рассказать об учении Иванова Таня разреши мне ответить на этот вопрос попросил он вот человек хорошо знакомый с учением Иванова представила Петровича Татьяна ему слово сразу скажу что якобы нечувствительность Иванова к холоду из-за какой-то болезни ложь он мерз как и все люди холод голод и всякие другие лишения он сознательно терпел он использовал сознательно терпение для духовного совершенства сам того не подозревая он применял сознательное терпение ко всему сознательно мерз сознательно голодал сознательно отказался от половой жизни сознательно не сидел а стоял или ходил тем самым он осознавал каждое мгновение своей жизни пропитывало его своими мыслями что касается лечения то и оно осуществлялось им с помощью мысли его образное мышление было настолько сильным что проникая в тело разбивало и выводило вон очах болезни в свое учение детку он внес духовный компонент который обычно пропускается и все сводится к обливанию голоду а после голода к обжираловке надо не столько обливаться и голодать а соблюдать его духовное наставление избавиться от вредных привычек и черт характера полюбить окружающий мир и как только это произойдет то и со здоровьем человека все поправится я хочу разобрать рекомендации данные Иваном в детке далее на основании этого разбора показать сильные и слабые стороны его учения вот рекомендации Порфирия Корневича Иванова Детка ты полон желания принести пользу своему народу для этого ты постарайся быть здоровым сердечная просьба к тебе прими от меня несколько советов чтобы укрепить свое здоровье первое два раза в день купайся в холодной природной воде чтобы тебе было хорошо купайся в чем можешь в озере речке в ванной принимай душ или обливайся это твои условия горячее купание заверши холодным второе перед купанием или после него а если можно то и совместно с ним выйди на природу встань босыми ногами на землю а зимой на снег хотя бы на 1-2 минуты вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно попроси себе и всем людям здоровья третье не употребляй алкоголя и не кури четвертое старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с пятницы в 18-20 часов до воскресенья в 12 часов это твои заслуги и покой если тебе трудно то держи хотя бы сутки пятое в 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком несколько раз подыши и помысли как написано выше это праздник твоего дела после этого можешь кушать все что тебе нравится шестое люби окружающую природу не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего привыкни к этому это твое здоровье седьмое здоровайся со всеми и всюду особенно с людьми пожилого возраста хочешь иметь у себя здоровье здоровайся со всеми восьмое помогай людям чем можешь особенно бедному больному обиженному нуждающимся делай это с радостью отзовись на его нужду душой и сердцем ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира девято победи в себе жадность лень самодовольство стяжательство страх лицемерие гордость верь людям и люби их не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них десятое освобеди свою голову от мысли о болезнях недомоганиях смерть это твоя победа одиннадцатая мысль не отделяет дело прочитал хорошо но самое главное делай двенадцатая рассказывай и передавай опыт этого дела но не хвались и не возвышайся будь скромен первое два раза в день купайся в холодной природной воде чтобы тебе было хорошо купайся в чем можешь в озере речке в ванной принимай душ или обливайся это твои условия горячее купание заверши холодной какой оздоровительный эффект оказывает на организм человека обливание холодной водой или контрастный душ первое нормализация общего заряда организма человека очень вредно носить синтетическую одежду использовать обувь особенно домашнюю на искусственной подошве покрывать пол линолеумом это приводит к тому что общий электрический заряд организма нарушается вверх заряжается положительно а низ отрицательно зимой часто бьет током при соприкосновении с металлическими предметами в результате этого нарушается нормальная циркуляция энергии по энергетическим каналам некоторые органы перестают нормально снабжаться энергией а значит снижают свои функциональные возможности изменение общего электрического заряда организма приводит к изменению PH внутренней среды от которой зависит протекание всех важнейших жизненных процессов в организме активность ферментов и тому подобное что вызывает в организме серьезные проблемы со здоровьем ведет к развитию неизлечимых белотекущих хронических заболеваний нарушение общего заряда организма ведет к нарушению капиллярного кровообращения которого во многом происходит за счет того что красные кровяные тельца имея заряд отталкиваются друг от друга и за счет этого движутся по капиллярам роль сердца как насоса сказывается на уровне крупных сосудов и не влияет на капилляры где продвижение осуществляется за счет взаимного отталкивания красных кровяных телец друг от друга как можно самостоятельно защитить свой организм от искажений электрического заряда это вполне по силам каждому во первых утром и вечером ополаскивайте ноги от колен доступнее водой теплое будет или холодное не важно главное она снимет избыток заряда с организма еще лучше принимать душ или обливание второе холодное обливание холодное считается вода с температурой не выше 12 градусов цельсия позволяет активизировать в организме на клеточном уровне процессы биосинтеза и биоэнергетики которые лежат в основе жизненных проявлений человеческого организма вот научно объяснение этого феномена в каждой клетке имеется генетический аппарат от активности которого зависят процессы роста и жизнедеятельности клетки а так как организм совокупность клеток то на уровне организма эти процессы сказываются как обновление восстановление проявление жизненности со временем или от болезни генетический аппарат потихоньку сдает и организм не так обновляется как в молодости стареет как мы можем самостоятельно подстегнуть собственный генетический аппарат в каждой клетке оказывается это очень просто сделать если знать что величина электрического потенциала на мембране клетки это оболочка клетки влияет на активность генетического аппарата а он находится внутри клетки чем больше электрический потенциал на мембране клетки тем лучше и сильнее работает генетический аппарат внутри клетки это активирует специальные аминокислоты ферменты которые осуществляют биосинтетические процессы в клетках и во всем организме встает другой вопрос как самостоятельно увеличить мембранный потенциал оказывается это можно сделать легко и просто с помощью холодного обливания или контрастного душа человеческое тело окружено и пронизано плазмой плазма пронизывает и окружает человека подобные яйцеобразные оболочки это плазменное яйцо имеет свое магнитное поле ось которая совпадает с электрической осью сердца плазма это смесь электрически заряженных частиц в которых полная величина заряда частиц отрицательного знака электронов равна полной величине положительного заряда в целом плазма является электрически нейтральной системой хорошо проводящей электрический ток если плотность частиц в плазме большая то более правильно представить плазму как сплошную среду подобную жидкости но жидкость это необычно она является прекрасным проводником электрического тока на нее сильно влияет магнитное поле к тому же она сама имеет магнитное поле а также хорошо проводит тепло температурное воздействие на плазму если в плазме появляется разность температур в ней создаются потоки тепла из области с более высокой температурой в область пониженной температуры при этом возникает конвекционное движение частиц но движение электрических зарядов является электрическим током следовательно по действиям разности температур в плазме создается электрический ток который называется термоэлектрическим током именно этот ток и подзаряжает мембраны клеток а через них активирует генетический аппарат видите как это просто воздействие магнитного поля на плазму в объеме плазмы линии магнитного поля то есть линии индукции расположены на определенном расстоянии друг от друга при этом если жидкость то есть плазма расширяется магнитное поле ослабляется ибо расстояние между линиями индукциями увеличивается если сжимается линия индукции уплотняется и магнитное поле усиливается. Сжатие и расширение плазмы с вмороженным магнитным полем приводит к разным эффектам. Так, при сжимании плазмы магнитный поток хоть и остается постоянным, но индукция его возрастает пропорционально сжатию, что приводит к появлению очень сильного магнитного поля, которое и подзаряжает мембраны клеток, а через них активирует генетический аппарат. Опять, видите, как просто все. Итак, обливаясь холодной водой с макушки на все тело, мы воздействуем на плазму собственного организма температурно, то есть резко охлаждаем и магнитно. Плазма сжимается от резкого охлаждения и сужает магнитные силовые линии. Именно это воздействие порождает электрические токи в организме, которые подзаряжают клеточные мембраны, а через них активизируют генетический аппарат клеток. Эта активация выражается в том, что клетки становятся более жизнестойкими, лучше выполняют свои функции, более устойчивы к повреждающему действию болезнетворных микроорганизмов, быстрее восстанавливаются и обновляются. Ученые всех стран мира пытаются подсеркнуть самыми разнообразными ухищрениями клеточный биосинтез, а это делается просто, естественно и эффективно с помощью холодных или контрастных обливаний утром и вечером. Третье. Холодные или контрастные обливания способствуют восстановлению структуры организма на жидкостном уровне. Вода в организме человека находится в качественно отличном состоянии от обычной. Она по своему составу неоднородна, хотя состоит из тех же двух атомов водорода и атома кислорода. Вся разница в том, какая связь между водородом и кислородом. Атом водорода имеет по две водородные связи. Эти связи очень активны и за счет их атом водорода может присоединиться к множеству элементов. Эти водородные связи, молекулы воды, могут действовать в одном направлении, а могут в разных. Другими словами, атомы водорода образуют молекулу воды, вращаются относительно связей с атомами кислорода, в одном случае синхронно, в одну сторону, в другом в разной. В природной воде около 25% такой, у которых протоны водорода вращаются синхронно в одну сторону. Такие молекулы воды называются молекулы паровод. Если же протоны водорода вращаются в разные стороны, то такие молекулы воды называются молекулы ортовод. Их около 75%. И вот здесь мы подошли к самому важному вопросу, вопросу относительно жизни вообще. Оказывается, любое живое вещество отличается от неживого тем, что в первом вещество вращается в одном левом направлении, а во втором этого нет. Вещество вращается хаотично. Ввиду того, что наш организм в основном состоит из воды, именно в молекулах воды и проявляется наша жизненность. Атомы водорода синхронно вращаются в одном направлении. Чем это вращение выраженнее и стабильнее, тем здоровее и устойчивее наш организм. И наоборот, чем больше искажено и уменьшено, тем слабее и болезненнее. Поэтому молекулы воды и паровод обеспечивают жизнедеятельность клеток организма. Больные клетки в зависимости от тяжести заболеваний имеют меньший процент молекул паровод и усиленно их потребляют для своего восстановления. В результате этого общий баланс между упорядоченно вращающейся водой и хаотической нарушается в пользу последней, что приводит к ослаблению жизненных проявлений в организме. Задача оздоровления сводится к тому, чтобы восстановить необходимое вращение вещества в клетках, перевести воду из хаотического состояния ортовод в упорядоченное паровод. Теперь поговорим с помощью чего это можно сделать. Молекула воды – это электрический и магнитный диполь. Импульсное магнитное поле действует на молекулу воды ортовод тем, что заставляет водородные связи вращаться в одном направлении. При этом водородными связами поглощается часть импульса магнитного поля. Один из протонов водорода – молекулы ортовод – изменяет свое вращение на противоположное и приходит при этом на новый энергетический уровень с выделением тепла. В результате этого вода из хаотического состояния ортовод мгновенно, мгновенно переходит в упорядоченное, структурированное состояние паровод. Во время этого процесса выделяется тепло. Импульсное магнитное поле в организме создает за счет холодного или контрастного обливания резкое охлаждение плазмы, сжатие магнитных силовых линий. Таким образом, по действию магнитных полей, вызванных холодным или контрастным обливанием в соотношении как природный 25% молекул паровод и 75% молекул ортовод, так и воды, находящейся в организме, изменяется. Восстановление прежнего баланса после окончания такого воздействия наблюдается через 10-12 часов. Другими словами, после лишь одного обливания упорядоченная структура жидкости в организме сохраняется весь день, а если облиться вечером, то и всю ночь. Это и есть чудо ежедневного обновления организма с помощью холодной воды. Простая процедура обливания самого себя с макушки до 5 холодной водой из ведра или прием контрастного душа теплый 30-45 секунд, прохладный или холодный 3-5 секунд и так несколько раз, утром, желательно и вечером, способствует подхлестыванию процесса биосинтеза и биоэнергетики в организме, а также упорядочивает его структуры на жидкостном уровне. Второе. Горячее купание заверши холодным. Горячая вода открывает поры тела, делает его более расслабленным, рыхлым. Этого достаточно, чтобы в организм могла проникнуть болезнетворная энергия холода или другого рода. Краткое воздействие холодной воды подхлестывает организм на сжатие, на закупорку пор, на создание энергетической брони. В этом случае вы чувствуете энергичность, бодрость и защищенность. Не зря обливание стоит как первая рекомендация в системе Порфири Иванова, восстанавливающая и обновляющая организм человека, усиливающая биоэнергетические процессы. К тому же, регулярное выполнение этого совета способствует дисциплинированию характера человека, а это уже с зачатки духовного роста. Третье. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним. Выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег, хотя на одну-две минуты. Вдохни через рот несколько раз в воздух и мысленно попроси себе и всем людям здоровья. Эта рекомендация позволяет человеку почувствовать свою связь с природой, заземлить организм. Вдох по Иванову очень сознательное действие. Он советует тянуть воздух с высоты, чувствовать его давление. Подобный вдох очень сильно уплотняет энергетические структуры организма, как бы выталкивает вон болезни. Обливание холодной водой себя с макушки будет вбирать в себя вытолкнутые болезни, их информационно-энергетическую основу, и смывать на землю, которая их будет поглощать. Это приводит к освобождению организма от разного рода болезнетворных энергий, а значит ведет к исцелению. Что означает мысленно попросить себе и всем людям здоровья? Начнем с того, что все, что окружает человека, в том числе и другие люди, есть особое проявление пространства, которое является огромным живым существом. Таким образом, посылая мысли здоровья, вы желаете благости, целостности, в первую очередь, этому огромному организму, этим мысленным посылом, вы взаимодействуете с ним, и оно отвечает вам. Чем искренней ваша просьба, тем большим будет и ответ. На уровне работы с собственным сознанием, это своего рода настрой на здоровье. Более того, это та деятельность, для которой Бог создал человека, благими мыслями и пожеланиями просаливать материю, способствуя ее эволюции. Четвертое. Не употребляй алкоголя и не кури. Алкоголизм, курение, чрезмерное привязывание к пище, сексу, есть своего рода зависимости, которые постоянно толкают человека на их удовлетворение. Посудите сами, постоянно пьющий человек угорает от водки, курильщик отравляет свой организм никотином и зарабатывает легочные заболевания. Переедание разного рода деликатесов ведет к зашлаковке организма, ожирению, размножению болезнетворных микроорганизмов и появлению болезней. Безудержное удовлетворение сексуальных фантазий может сделать человека маньяком и также ослабляет. Таким образом, эта рекомендация позволяет человеку работать над самыми разрушительными чувствами и чертами характера. Очищение сознания от этих зависимостей делает душу человека легче, а значит способствует духовному росту. Пятое. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды. С пятницы в 18-20 часов до воскресенья в 12 часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. Очень верно подмечено. Это твои заслуги и покой. Что беспокоит сознание человека? Конечно, пристрастия, привычки, потребности. Они создают особого рода зависимости. Погрязший в дурных пристрастиях, привычках, наклонностях человек становится зависимым от них. От алкоголя, курева, еды, секса и тому подобного. Именно они не дают ему покоя. Курящий человек ищет, где бы ему покурить. Алкоголик, где бы выпить. Блудник, где бы и с кем заняться прелюбодеянием. Большинство не хотят остаться без еды или пропустить ее. Это доставляет дискомфорт, который они не хотят терпеть. Подобные люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы угодить своим чувственным пристрастиям. За этими пристрастиями человек теряет сам себя. И чем больше он обслуживает эти пристрастия, тем больше они его поглощают и разрушают. С помощью этих двух заповедей человек борется с дурнотой внутри себя и заслуживает покой, который приносит здоровье. Кроме этого, регулярное голодание способствует формированию и развитию в тонких телах аппарата, напрямую поглощающего энергию из пространства. Этим мы сознательно подготавливаемся к существованию в космической среде. Почему терпение надо проводить в выходные дни? Это еще более усиливает нравственное воздействие на человека. В выходные дни все люди гуляют, едят, а ты терпишь. Этим самым идешь наперекор общественному мнению, что еще более сильно закаляет твой характер, формирует волю. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. В этой фразе заключается некая индивидуальная рекомендация, как и в первой заповеди. Купайся, чтобы тебе хорошо было. Каждый должен творчески, с учетом особенностей своего организма, применять эти заповеди, чтобы они действовали на благо, постепенно закаляли характер человека, развивали волю. Целебный эффект 24-42-часового воздержания от воды и пищи. Вы должны знать, что воздержание означает добровольный отказ человека от приема какой-либо пищи и воды на определенный период времени с целью помощи жизненной силе организма восстановить гармонию и силу биологических процессов, нарушенных в результате болезни, ослабления организма и тому подобное. Что может дать человеку воздержание в течение указанного времени? Во-первых, это дисциплинирует сознание человека, очищает его от болезнетворных мыслей, делает более управляемым. Более всего, человек страдает от того, что не умеет контролировать желания и процессы, протекающие у себя самого в сознании. Именно они толкают его на поступки и действия, противоположные здоровому образу жизни. В этом плане, воздержание – прекрасное средство по переделке своего характера, изживанию дурного и ненужного. Во-вторых, воздержание активизирует центральную нервную систему по принципу стресса на нехватку пищевых веществ и воды. Это заставляет организм лучше работать, встрепенуться от спячки сытой жизни. Разгружает пищеварительную систему, дает ей отдых, очищает от шлаков кров и немного межклеточную жидкость. В-третьих, активирует иммунитет, защитные силы организма. Организм, поставленный в такие условия, вынужден вырабатывать воду внутри себя из всего, что ему не нужно, и отбирает ее у болезнетворных микроорганизмов. Это приводит к более выраженным оздоровительным эффектам, чем голод на воде. В целом, после такого воздержания человек несколько обновляется, освобождается от болезнетворных микроорганизмов, свежей и лучшей чувствует жизнь. Шестой, люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому, это твое здоровье. Человек своими мыслями должен прорасти в породившего его пространство. Только чувства и мысли о любви позволяют это полноценно сделать. С помощью любви человек становится единым с пространством и пользуется его безграничным целебным потенциалом. Распространяя вокруг себя мысли и чувства любви, человек в положительном направлении преобразует материю. Делая это, он занимается тем, для чего его создал Творец. А когда человек полностью осознает себя как духовное существо, а окружающий мир для него становится святыней, то как он может в него плевать? То есть, даже на этом уровне надо осознавать важность поступка и одухотворять его, превращая в средство для сознательного совершенства самого себя. Считается, что обратное проглатывание слюны действует как своего рода прививка от болезни. Это своеобразная гемеопатическая рекомендация – вакцинация. Это самая главная духовная рекомендация – любить мир, который тебя сотворил и дает тебе все необходимое для жизни. Так не будь же черст, человек. Отплати за счастье ощущать себя живым телесным существом. Седьмое. Здоровайся со всеми и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье – здоровайся со всеми. Чем больше, по любому поводу, человек генерирует вокруг себя мысли о здоровье, тем в большем объеме и качестве они возвращаются ему назад и делают его здоровее. Это самое основное занятие человека в течение жизни – сеять мысленно и делать вокруг себя добро. Чтобы вслух здоровиться с людьми, надо в своем сознании преодолеть большую работу, побороть стеснение, робость, не бояться осуждения, разного рода кривотолков. Одна эта рекомендация делает сознание человека намного чище, открытие и наивнее. А чем меньше в сознании разного рода хитросплетений и условностей, тем здоровее человек, тем более он вхож в Царство Небесное. Эта чисто духовная рекомендация направлена на совершенство духа, на совершенство самого себя. Восьмое. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира. Из-за своей чертвости, закрытости сознания мы с трудом откликаемся на просьбы и нужды других людей. Помочь другому человеку в чем-либо, особенно с радостью, это для нас большая проблема. Эта заповедь помогает нам работать как с дурными чертами собственного характера, так и правильно взаимодействовать с пространством. В конце концов, за каждым человеком стоит Божье выражение. Оно замаскировано чертами характера, по которым мы судим о человеке, которому мы должны помочь с радостью. Поступая так, мы укрепляем свои связи с пространством, получаем от него жизненные силы, удачное стечение обстоятельств, благоприятную судьбу, избавляемся от дурных и ненужных черт характера. Эта духовная рекомендация способствует наработке положительной кармы, снятию отрицательной кармы самого себя. В итоге она выступает как скрытый, но мощный оздоровительный фактор. Как вам? А? Это я дошел до всего этого. И передаю вам, девятое, победив себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость, верь людям и люби их, не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. Жадность, лень, самодовольство, страх, лицемерие, гордость, враждебность и тому подобное – мусор в нашем сознании, который не дает человеку жить свободно. Постоянно в сознании человека идут мыслительные процессы, обслуживающие вышеперечисленное. Что это значит? Во-первых, они выжигают нашу жизненную энергию, а значит делают нас больными, слабыми, сокращают жизнь. Это тоже своего рода поработители человеческого сознания. Во-вторых, сильнейшим образом влияют на нашу судьбу. В любом случае, пораженный ими человек чувствует себя несчастным, с недоверием относится к другим, ждет от них подвоха. Подобное напряжение порождает внутренние конфликты, агрессивное поведение. Именно это лежит в основе любого психосоматического заболевания. Искореняя из своего сознания эту скверну, человек не только создает предпосылки для оздоровления, но и духовно совершенствуется, кармически очищается. Это великолепная рекомендация по оздоровлению своего сознания, улучшению душевных качеств. Надо постоянно помнить, что человек – это божественное проявление, окутанное чертами характера. Поэтому надо стараться смотреть сквозь внешность и черты характера, видеть божественную сущность. Только в этом случае можно верить и любить людей, а заодно чувствовать божественную справедливость, которая посылается нам через других людей для того, чтобы мы сами нравственно и духовно совершенствовались, очищали сознание от дурных черт характера, отрабатывали кармические долги. Эта заповедь позволяет человеку устанавливать более тесные связи с пространством, с Богом и черпать его силу. Несправедливость и осуждение, наоборот, делают человека изолированным от животворящей силы пространства. Это духовно оздоровительная рекомендация. Десятое. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа. Только собственные мысли делают человека здоровыми или больными, счастливыми или несчастными. Мысли о болезнях, недомоганиях, смерти, помимо высжигания жизненной энергии организма, обладают разрушительным действием, подавляюще влияют на протекание жизненных процессов. От них надо избавиться как от жизненно опасных, чрезвычайно ядовитых веществ, выбросить их вон. Избавиться от этого очень сложно. Надо проделать большую работу по очищению черт характера, осмыслению жизни, ее предназначении целей. Только когда это проделано и сознание освобождено, человек чувствует великую внутреннюю победу и свободу. Именно эта рекомендация позволяет человеку почувствовать себя в полную меру духовным существом. Осознать свое подлинное величие. Значимость теперешней жизни для жизни будущих побудит трудиться не на сегодняшний день, а на духовную перспективу. Одиннадцатое. Мысль не отделяй от дела. Прочитал хорошо, но самое главное – делай. Информация всегда должна быть полезной и реализовываться в конкретные действия. Вообще человечество погрязло в разного рода информации, которая абсолютно не нужна и даже вредна. Разного рода светские сплетни, бумажные дела, бюрократии и другие, в кавычках, науки, лишь заставляют сознание человека, забирают на свое воспроизводство сознания современного человека часть его жизненной силы. Они ее крадут. Уже одно это ослабляет организм человека. Нереализованная оздоровительная информация – бесполезное знание. Только воплощенное в какое-то конкретное действие, обливание, вдох воздуха, выход на природу, благая мысль о здоровье, сознательное терпение, голод – она начинает приносить оздоровительные плоды. Иванов этой рекомендации говорит о важном моменте бытия. Все, что задумано на мыслительных уровнях, должно осуществиться на материальном. В этом простота, гениальность и грандиозность проявленной Вселенной и стоящей за ней Творца. Так должен поступать и человек, воплощая мысли в реальные действия. 12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся. Будь скромен. Скромность – одна из добродетелей, а хвостовство – дурная черта в характере человека. Эта заповедь призвана искоренить эту проблему, которая возникает, когда человек, став здоровее, смотрит на окружающих несколько свысока. Далее это может перейти в гордыню, эгоизм и тому подобное. Важно делать свое дело и при этом оставаться самим собой. Не наживайте новых дурных черт характера, которые приведут к другим болезням и изменению в вашей судьбе. Вот те действенные механизмы, которые ведут занимающуюся по системе Ванова к оздоровительному и духовному совершенству. Слабые стороны. К слабым сторонам я в первую очередь отношу отсутствие четких индивидуальных рекомендаций. На почве занятий деткой, без учета индивидуальной конституции, возникают расстройства и болезни, связанные с перевозбуждением жизненного принципа ветра. Шелушится кожа, трескаются пятки, трещат суставы и возникают более серьезные вещи. Отсутствие противопаразитарных средств в программе порождает свои проблемы. Например, сам Иванов говорил нечто подобное. Мол, природа забрала все зубы, значит так надо. А это скрытое действие болезнетворных микробов в луках зубов. Отчего они и вывалились. У других Ивановцев через несколько лет занятий возникают шишки, болезни и прочие недоволгания, связанные с медленным развитием паразитов. И наконец, абсолютно никаких рекомендаций о питании. Таким образом, выключается целый целебный пласт воздействия на здоровье через пищу. Внесение соответствующих поправок в детку в целом заставляет ее работать более точнее и эффективнее. Кстати, некоторые люди вели еще более суровый образ жизни, чем Иванов, сказала Татьяна. Например, в Дивееве жила знаменитая пророчица Прасковья Ивановна, известная в народе под именем Блаженной Паши. В свое время ее знала вся Россия. Даже царская семья приезжала к ней, чтобы узнать свое будущее. Родилась в Прасковье в Тамбовской губернии, в селе Никольском, еще при крепостном праве. В девушках она была красавицей, стройная, лицом белая, кудри стянуты в тугую косу до поясов. Ярко-синие глаза открыто смотрят на мир. Характер мягок в работе усердный. В миру ее Ириной звали. В 17 лет выдали замуж. Прожила Ирина в согласии с мужем 15 лет. Всегда избегала много людей, часто молилась, а вот детей у них не было. После смерти мужа хозяева продали ее новым господам в другое село. И на полную катушку включилась ее карма и предопределение. У господ пропали два холста. Ошибочно за воровку приняли ее и жесточайшим образом избили. А вскоре выяснилось, что воровка совсем другая женщина, которую звали так же, как и ее. Вот он кармический узелок, который раскрывает дремлющее в сознании человека побуждение к свободе, справедливости, земному счастью. Подумал, слушая Татьяну Петровичу. И ранее дремавши, быстро приходит в действие и круто меняет судьбу человека. В этой ситуации определяется, превозможит ее человек и поднимется, либо сломается и еще больше опустится. Подобное обращение ожесточило ее и она бежала. Помещики подали на розыск, не желавшие лишиться хорошей работницы. Ее нашли в Киеве на молебствовании. Посадили в Остров, а потом вернули к господам обратно. Но вернулась она совершенно другой. На основании прежней кармической ситуации ей был сделан выбор. Киевы приняла тайный пост. Их сменила имя Ирины на Просковья. От господ снова сбежала в Киев. Ее вновь поймали, посадили в Остров. После отсидки вернули к господам. Но те поняли, толку от такой работницы не будет. И прогнали со двора. Словно помешанная, бродила Паша. Пять лет по крестным селам. Голодная, оборванная. Бог весь где ночи коротала. Пять лет в сознании человека шла духовная работа. Решались вопросы. Как жить? Кому нужна? Какие перспективы? Кто обо мне позаботится? Зачем мне вообще нужна эта жизнь? Подумал Петрович. Сколько было соблазнов покончить с собой от подобной жизни. От огорчения на весь мир людей. Проклядь все на свете. Никому не нужна душа. Чужда миру людей, презираемая ими. Единственная, кому она нужна, кто ее сбережет. Это Бог. Только ему дороги все без исключения. Пересмысление было сделано и выбран путь целиком положиться на Божью волю. Когда человек полностью вручает себя воле Божией, с ним происходит необыкновенная духовная трансформация, выше которой и мощнее на земле ничего нет. У Петровича на глазах навернулись слезы. А потом она пропала. Тридцать лет прожила она в Саровском лесу, в пещере, которая сама для себя вырыла. Дикая жизнь наложила на нее свой отпечаток. Худая, черная. Лицо солнцем выжжено. Волосы острижены. Одежда мужская монашеская рубаха. Вид мрачный. Мысли где-то далеко-далеко. Видно, долго в ней боролась добрая начало со злым. Подумал Петрович. Незнавшие ее люди шарахались от нее в страхе. Те, кто ее знал, наоборот, считали заблаженную. Давали пищу, денег, просили помолиться за них. Но зло редко выпускает человека из-под своего влияния. Одержимые злом люди напали на нее и скалечили. Нашли Пашу всю крови. Голова проломлена. Петрович, тебя ждет подобная участь. Неожиданно Петрович услышал голос зла. Думаешь, я просто так отпускаю человека от себя? Нет, даже думать не смей. Сердце Петровича сжалось от страха. Неужели это повторится снова? Он чисто животным чутьем знал, что последние 3-4 жизни он едва до 35 лет доживал. Рихтовка была беспощадная. Смерть была насильственной и страшной. Недаром у него рука долго не поднималась никого бить, пока жизнь не заставляла. Господи, да минует меня сиять чаша. Змолился Петрович. Ну и тернишь же путь духовного восхождения. Нет, ты слишком мягко подумал. Раздался голос зла. Он страшен. Ужасен и безжалостен. Безжалостен полной отверженностью. Ужасен бесперспективностью. Терзаем бесконечными страданиями. Страшен для кого? Для земного рассудка. Раздался второй голос. Голос духовного двойника Петровича. Не надо пугать одним днем. О какой перспективе ты толкуешь с этой жизни, среди ненужной роскоши, или о той, которую ты хочешь отобрать, нетленной, лучезарной, полной духовной радости. Не слушай его, Петрович. Даже что и случится, все кончится одним днем. Но тебе в этом воплощении предуготована другая участь и спокойная смерть от старости. А жить ты будешь среди изобилия, но пользоваться всем этим разумным. Не зря ты посещал город врачевания. Подарит тебе Бог еще и ребеночка от женщины, которую ты еще не встретил, но уже видел в своих снах. Так и случилось. Ребенок родился в 2010 году. Ты только трудись, червячок. Просаливай материю. После избиения она уже не оправилась, продолжала свой рассказ Татьяна. Дикие головные боли мучили ее до последнего дня жизни. Но с тех пор снизошел на нее дар предвидения. Причем предвидение ее было удивительным. Она наперед знала, о чем ее будут спрашивать, и заранее отвечала на вопрос, упреждая его. Дальнейшую жизнь она уже провела в Дивеемском монастыре. Служители знали ее разной, строгой, ласковой, грустной. Все зависело от того, с какими людьми она общалась. Речь ее была иносказательной, ночами часто бодрствовала, а молилась обычно своими словами. Видела Божью Матерь и называла ее ласково маменькой. Привыкшая жить на вольной природе, она часто уходила из монастыря и порой по нескольку дней пропадала в лесу, в поле. Вот она, Божья благодать, чистый ум, полное доверие Божьей воли, радость от бытия общения с первозданной природой, подумал Петрович. Увы, с засранным умом, даже среди изобилия и красоты, и счастья не обретешь. Умственное дерьмо тем или иным способом все отравит, перегадит так, что ничего не увидишь и не почувствуешь. Духовное преображение выражалось через ее чудные голубые глаза, продолжала Таня. Об этом говорили все очевидцы. Изменилась ее внешность. Теперь это была опрятная старушка, любившая чистоту и порядок в своей келье. Все свободное время она постоянно трудилась и очень любила кукол. Прожила она 120 лет и умерла в предсказанный ей же самой день и час. Многоточие. Жизнь словно распахнулась заново. Будущее не страшило, а наоборот манило. Такое ожидание бывает в далеком детстве, когда обиженный ребенок говорит взрослым, вот как вырасту, вот как стану президентом, так вы знаете меня, или царем. Он не ведает, сколько дел надо сделать, сколько преград преодолеть, чтобы достичь этой цели. Взрослый человек никогда такого не скажет, ибо он устал от жизни, доволен тем, что имеет, либо ропщит на несправедливость, на свою поганую долю. Духовная жизнь напоминает возвращение в детство и новое взросление. Петрович вошел в это состояние. Каждый мир жизни стал желанен и осмыслен. И два человека, объединившись в одном, настырно говорили, вот как вырастим, вот как станем. Ну что ж, Бог в помощь всем идущим по духовному пути. Желаю одного, скорейшего осмысления и узнавания себя в себе. 30 ноября 2000 года. Генеша, то есть я. Автор благодарит Балабанова Михаила Владимировича за любезное разрешение воспользоваться его стихами. Вседействующие лица – плод авторского воображения. Сказка – ложь, но в ней намек. Любые совпадения случайны, хотя случайности отнюдь не случайны.